Сегодня хочу процитировать из книги Экклесиаста или Проповедника. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Согласны ли вы, что каждый проживает сезон? Мои драгоценные братья и сестры, все мы прекрасно знаем о том, что я вам сейчас скажу. Мы навлекаем на себя страдания, когда игнорируем времена года и духовные сезоны. Понимаете? Когда вы не хотите признать приход сезона, то вы и не подстроитесь под него, и из-за этого будете лишь страдать. Когда мы идем против них, мы разочаровываемся и теряем защиту, потому что не хотим подстраиваться. Я служил в Корпусе морской пехоты, ибо лучшего рода войск не существует. Здесь есть моряки? Выкрикните боевой клич, если вы здесь. Аминь. У нас есть моряки? Однажды со мной приключилось... Одна забавная история. Я был морским пехотинцем, и нам предстояло надеть костюмы и спуститься под воду. Там мы ощущали себя как рыба в воде. Никто не видел нас. Когда мы ныряли, работали мы тихо. Мы заплывали в порт и подплывали к кораблям. Мы ныряли вместе с другими моряками из других стран. Там было несколько взводов и моряки из других стран. Если я не ошибаюсь, то с нами были водолазы-разведчики из французских войск специального назначения. Мы вместе погружались в воду, а в нашем климате зима, она не теплая. Нам рассказали о том, какова температура воды. И мы достали специальный справочник, где были советы по оказанию первой помощи при охлаждении. Там были советы по погружению. Нам сказали о температуре воды. Я глянул на гидрокостюм. Я терпеть не мог надевать его на себя. Он был великоват, и потом нужно было чистить его. А тут вечернее погружение. Я посмотрел на таблицу и узнал, что время заплыва будет непродолжительным. То есть заплыв продлится 33 минуты. Это был всего лишь тренировочный заплыв. Я подумал, охлаждение наступает через 33 минуты. А заплыв продлится полчаса. Я не буду надевать гидрокостюм и поплыву без него. Все надели костюмы, а меня спросили, почему я не в нем. Я ответил, я буду как слон в посудной лавке. Лучше поплыву так, налегке. Итак, мы садимся в лодку, плывем, а потом ныряем. А там такая дикая холодрыга. Дорогие мои, послушайте, о том, что было дальше. Мы поплыли, но мы просчитались, не приняв во внимание течение, которое оказалось не таким, каким было представлено в специальной таблице для водолазов. Получилось так, что мы поплавали 36 минут. Что тут остается сказать? Теперь вам понятно, как сильно я пожалел о том, что не надел мой гидрокостюм. Бедняга Марк Стермер вылез из воды. И долго дрожал, как осиновый листочек. Вот как дело было. В общем, молодому и самонадеянному моряку пришлось нелегко, не сладко. После этого я принял решение. Я больше не буду отвергать сезоны года. Если предписано надеть куртку, то я ее надену. Вы ведь знакомы с погодой в Луизиане, да? Да? Купите пальто, куртку, рубашки и одеяло какое-нибудь потеплее. Ведь здесь капризная погода. Не идите против сезонов. Ведь когда мы идем против природных и духовных сезонов и периодов, мы можем хорошенько пострадать, и это не будет по вине Бога. Уважаемые телезрители и слушатели в зале, вот еще одна особенность. Когда мы с вами сеем неподходящее семя, и при этом не вовремя, тогда и жатва будет скудной. А когда сеем нужное семя в надлежащий срок, то мы с вами пожнем большой-большой урожай. Различай сезоны. Когда ты знаешь период, то ты знаешь, какие из зерна сеять. Пастор Уоррен, он ведь фермер и знает, что и когда сеять. Да, я прав. Есть посевной календарь. У вас нет и не было календаря посадок? Потому что вы фермер. Такие, как я, не имеют календаря. Я посадил бы огурцы сейчас. Вы бы их тоже посадили, да? Конечно, нет, потому что не настало время для этого. Сейчас вы посадили бы чеснок. А лук? А еще? Мистер Уоррен, что еще надо посадить, скажите? Мастер Гринс? Я запомнил Мастер Гринс со школы. Я приносил его учительнице, и она ставила мне хорошие оценки. Это классно. В то время это сильно помогало. Я знал правильный сезон. Мои дорогие участники в небесном звании, узнайте, когда нужно садить капусту. То же самое я скажу про духовную сферу. Узнайте, какой сезон на дворе, а иначе вы начнете летнюю траву выращивать не в тот сезон. В нашей чудесной жизни под солнцем есть много всевозможных сезонов и периодов, ну, допустим, воспитания детей. Пожалуйста, приспособьтесь к данному сроку жизни. К моему 9-летнему ребенку у меня одна форма отношений, а к годовалому и 12-летнему совершенно другая. Есть разница. Вам нужно различать времена и понимать, что когда ребенку 12 лет или меньше, то воспитывать его нужно уже по-другому, а когда ему 13 или больше, то тут опять нужно приспосабливаться. Тут у нас началось интересное. Когда детям исполнилось 13, Синди стала по-другому общаться с нашими чадами. Я стал по-другому общаться. Моя жена просит парней о чем-то не так, как раньше. Им нравится такое обращение? Она относится к ним как ко взрослым парням. Она отдает отчет в том, что они повзрослели и обращается с ними согласно их текущему возрасту. Друзья, когда мы правильно относимся к сезонам, тогда и сезон, и новые реалии отвечают нам тем же. Мы не противимся новому, но переходим в новую реальность, в смирении и принимаем детей, когда они становятся подростками. Мы приспосабливаемся, когда дети вступают в брак, важно знать текущий сезон и быть гибким. Сезоны есть и в браке. Когда ты женился, но детей еще нет, то это еще жизнь в полсилы. Ты родила детей, настал новый сезон, дети подросли, это новый сезон, и вот когда дети покидают дом, приходят перемены. Всегда есть какие-то сезоны, и приходится постоянно делать с поправки. А еще есть разница между тем, как ты работал в начале и как ты трудишься сейчас. Нужно делать с поправки и адаптироваться к сезону. Молодые люди, у вас не получится заняться делом своей мечты сразу, потому что нужно пройти через сезон процесса роста. Если вы хотите делать что-то хорошо, учитесь и получайте образование. Практикуйтесь, узнавайте свой сезон. Есть сезоны в служении, бывает период или пора в служении, когда нужно остановиться. Я видал церкви, у которых были неэффективные методы служения. Хватит заниматься тем, что не приносит пользы, ведь в служении тоже есть совершенно разные сезоны. То же самое можно сказать и про школьные годы, про школьную пару, когда у тебя есть товарищи по партиям. Но теперь я больше не общаюсь с теми ребятами, с моими армейскими приятелями, с которыми я съел не один пуд соли. Я тоже теперь не общаюсь. Если я встречу их на улице, то мы поприветствуем друг друга, обнимемся, но теперь я больше не общаюсь с ними. Подстраивайся под каждый установленный Богом сезон. Под сезон брака, под сезон детей или дружбы, служения или церкви. Есть сезоны, когда ты верен Богу больше, чем прежде. В церкви есть субкультура, когда, судя по месяцу, можно понять, какое событие чувствуется в конгрегации, потому что это повторяется круглогодично. Есть сезон затишья, есть сезон отсутствия, есть сезон роста. Вот как много существует этих сезонов. Есть сезоны в обществе и культуре. Сейчас продолжается сезон технологий. Дорогой служитель, ты можешь не принимать технологии, но из-за этого ты останешься на заваленке. Вот так. Отвергая технологии, ты становишься неэффективным в этом меняющемся мире. Все правильно. Ты не будешь эффективным в мире. Почему мы призываем вас не чураться сезонов? Вы не повлияете на других людей. Мы отвергаем перемены, когда думаем о себе и говорим, мне технологии ни к чему, а я использую их по полной программе. Зачем? Я жду, когда свечи, лошади, телеги снова станут популярными и в ходу. Молодые люди, вам тоже нужно понимать сезоны жизни. Сейчас. Сезон Рождества. И сейчас сезон... Чего? Правильно. Чего сезон? Радуйтесь. Есть один примечательный факт. Нужно понять, почему люди отвергают сезон Рождества, когда немалая часть мира говорит о нашем Господе Иисусе Христе. Если мы продолжим людям говорить об Иисусе, то по увещеванию Петра мы должны напоминать о его рождении Марии. Напоминайте о том, что сила Бога сошла на Марию, и она родила Иисуса. Напоминайте, что Бог так полюбил мир, что отдал Сына, чтобы любой, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. Необходимо знать, что сейчас мы в сезоне, когда нужно величать Бога. Славьте Иисуса, ведь сейчас Рождество. Понимаете, есть возрастные сезоны. В еврейском календаре год начинается весной, это мудро. Примечательно, что в лунном календаре, пришедшем из Рима, год начинается в январе. Весна — это важное время. Дорогие друзья, не забывайте, у каждого из нас свой сезон сейчас, своя весна, лето, осень и своя зима. Жизнь состоит из периодов в 20 лет, и Моисей в Псалме говорит о достижении семидесяти и восьмидесяти лет, которые обозначают рубежный возраст. Весна — это когда около 20 лет или меньше. Бог призывал войска солдат, достигших 20 лет, потому что все, кто младше, это весенние цыплята. Лето — это когда тебе от 20 до 40. Сезон называется летом, потому что у тебя дети, нужно много трудиться, дорогие мои. И сезон лета — это время труда, работы и заботы, а потом начинается пора от 40 до 60, в которой нахожусь я. Вот еще одна особенность. Мне кажется, что пора осени — это один из самых лучших сезонов в судьбе человека. Этот сезон мне видится лучшим временем в жизни. Я люблю осень и приговариваю. Намного удобнее спускаться, с холма, чем подниматься. Намного удобнее спускаться с холма, чем подниматься на него. Я с весельем спускаюсь с холма. Уоррен, однажды я догоню ваш возраст и примкну к вам. А вот такой сезон есть. Потом идет сезон от 60 до 80 лет. И это время победителя. Ты седа в лаз, но в сердце ты победитель. Дорогие мои, наблюдайте за сезонами. Церковь, узнавайте грядущий сезон, чтобы приспособиться к нему и сеять в нужный срок. Вот вам уроки сезона в жизни. В каждом сезоне есть своя радость и борьба, поэтому примите и первое, и второе. В каждом сезоне есть своя радость и борьба, поэтому примите и первое, и второе. А теперь мы прочитаем с вами послание к филипийцам. Откройте, пожалуйста, святую Библию. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вы слышите это? Я доволен. В любом положении, в любой ситуации. Все скажите? Скажите, я доволен. Братья, хватит быть недовольными. Станьте довольными. Представляете, сам апостол Павел исповедуется, «Умею жить и в скудости». А кто-то из наших недавно сказал, что христианство — это когда ты всегда на высоте. И вот тут начинается самое интересное. Ведь верный служитель Бога говорит, «Я умею жить и в изобилии, и знаю жизнь в скудости. Я научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». О, Он узнал тайну. Она в довольстве. Она в Иисусе Христе. В любой сезон жизни можно быть довольным и удовлетворенным, потому что ты живешь Иисусом. Слава Богу за это, ведь ты радуешься, когда хорошо и когда плохо. Когда дело касается сезона жизни и служения, большинство людей действуют не своевременно. Это естественно, ведь мы уподобляемся образу Христа, и мы сотворены по образу Бога. После религиозного праздника родители Господа Иисуса покидали столицу и не взяли его с собой. А юный Иисус Христос остался в городе Иерусалиме со своими родственниками. Прошел срок, и Иосиф с Марией кинулись искать его и нашли его в храме, где он вершил дело Божие. Священники беседуют с ним, а потом Иисус говорит родителям, «Идемте домой». Родители вернулись и говорят Иисусу Христу, «Сынок, как это так? Нас уже трясет. Разве вы не знали, что мне надо вершить волю моего Отца?» Родители сказали ему, «Сейчас не время для этого». Иисус подчинился. Эта история записана, чтобы мы извлекли урок из нее. Братья, Когда дело касается сезона жизни и служения, мы должны советоваться с Господом Богом, Который облечен властью, и спрашивать Творца, нужно ли сейчас что-то делать или нет. Иисус подчинился. Друзья, изучать грядущий сезон это нормальное желание, потому что наш Господь и Бог любят порядок. Грех — это когда Бог говорит, «Стой, а ты продолжаешь идти вперед, хотя еще не наступил нужный сезон для этого». Следующий урок такой — «Сезоны и перемены». Наступают независимо от нашего отношения к ним. И наше принятие или непринятие их определит качество и объемы жатвы. Отношение решает многое. Дорогие друзья, есть один примечательный факт. Если ты привязался к прошлым сезонам, то ты проиграешь в будущих. Вот еще одна особенность. Я видел многих, кто так поступает. Допустим, взрослые люди называют это кризисом среднего возраста. Взрослые ведут себя как подростки, хотя это время уже прошло. И многие взрослые так и не усваивают этот урок. Они путают сезон и не хотят идти вперед. Они хотят, чтобы их воспринимали как тех, кто юн, но эти взрослые ведут себя соответственно своему реальному возрасту. Эти взрослые люди играют не свою роль и не хотят отпустить прошлое, чтобы идти вперед. Мы отвергаем новое не из-за того, что мы не отлепились от старого, но потому что мы не доверяем Богу в том, что Он вводит нас в лучший сезон. Они не хотят новое, считая старое, родным, хорошим и комфортным. А Бог говорит им «Нет, твой сезон среднего возраста ничем не уступит твоей молодости». А другим возрастным категориям Он говорит «Твоя золотая осень ничем не уступит твоим средним летам». Знаете, что нужно доверять Богу в любом сезоне, и тогда все будет у вас в полном порядке. Ребята, вот еще один Божий урок для нас. Бог ожидает от нас плодов во всякое время жизни. Есть один примечательный факт. Иисус проголодался и искал плоды на смоковнице. И вот одна немаловажная подробность. Ягоды были зеленые. Евангелие от Марка говорит, что в ту пору не настало время спелых плодов. То есть незрелые плоды это естественный ход вещей. Однако Иисус подошел к этим зеленым ягодам, посмотрел на фиговое дерево, и там не было спелых плодов, потому что не настало время для этого. Иисус проклял это дерево. Ученики видели то, как Иисус проклял дерево, и оно засохло. Какой же здесь есть смысл? Здесь Иисус учит апостолов следующему. Вы можете плодоносить в любой сезон вашей жизни. То есть он говорит, что плоды будут не только осенью, но и в любой другой сезон. Есть лишь один путь, как исполнить это. создайте парниковый эффект. Если есть теплица, то будут и огурчики, я говорю об окружающей среде. Если есть правильная атмосфера, и ты ее постоянно поддерживаешь, то ты будешь плодоносить круглогодично. Это и есть парниковый эффект. Что такое правильная среда? Жизнь в присутствии всемогущего. Давайте-ка откроем стих из книги Иезекииля. Тут сказано, у потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Важно отметить следующее. Псалом говорит о своевременном плодоношении, о Господе Иисус Христос приглашает нас войти в новый сезон, когда каждый сезон своей жизни вы приносите плоды. Где бы вы ни находились, вы будете приносить плод. Послушайте, где бы мы ни находились сейчас, и что бы с нами сейчас не происходило, несмотря на настоящий мрачный или отрадный сезон, Господь Иисус Христос желает, чтобы мы в любое время приносили свой плод. Святой и верный брат, приноси плоды каждый сезон своей жизни. Плодоноси и в этом сезоне, куда поместил тебя наш чудесный Господь Бог. Теките в потоке Духа, скажите Аминь. А теперь у нас небольшой сеанс просмотра глубокомысленного видео о сезонах. Продолжение следует... Они говорят, что оппосится тракт, как шорты в зону. Неужели не сезон, логи по дюйм и дюйм дюйм. Сезон приносит и дюйм. Продолжение я встречу в автум смотрят в зону сезон. Они видят сезон измене, но не не маним. Редактор сезон в время в реверс инжене. Редактор и реверс и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте поаплодируем. Узнайте и осознайте, в каком вы сезоне. В каком вы сезоне сейчас. А теперь поговорим о подражении Иисусу Христу. Давайте учиться уподобляться Ему в каждом сезоне. Давайте учиться на примере Иисуса в каждом сезоне. Идите за Ним. За Создателем всей Вселенной. И не сопротивляйтесь. В этой поре своей жизни искренне старайся и учись думать, как думает Иисус. Дорогая Божья Церковь, искренне стремись познать, как самозабвенно жить, служить и беззаветно трудиться в данном сезоне судьбы. Драгоценный святой, исполняй волю Господа и миссию в данном сезоне твоей судьбы. Я сказал одну вещь одному важному человеку о Вашингтоне. Я заметил, вы здесь временно, поэтому, пожалуйста, узнайте цель ваших трудов в этом сезоне. Приносите позитивные перемены. Узнайте, как творить благо и творите его. Верьте обещаниям Бога. Именно сейчас, уповая на силу Бога. В каком бы сезоне вы ни жили сейчас, вы можете приносить плоды. Вы можете приносить плоды в настоящем сезоне. Аминь. Это отличный сезон. Аминь. Пожалуйста, давайте встанем. Я помолюсь за вас. Отец, я молюсь за каждого человека. Мы узнали о том, что нужно принимать твои сезоны, и мы обещаем, что мы будем верны тебе. В этом, Господи, будем верны. Мы будем исполнять твои цели. Мы приносим плоды по благодати твоей. Небесный Отец, пусть люди мира смотрят на нас. И видят этот плод. Да увидят супруги этот плод. Пусть дети увидят сей плод. Пусть наши друзья увидят этот плод. Да будет плод в твоем саду, когда ты придешь исследовать его. Господи, если есть деревья в прекрасном саду, насажденные тобой в этой общине, и которые не приносят плодов, то я копал их со всех сторон и обложил удобрениями. Я прошу тебя, мой дивный господин и мой чудесный спаситель, дай время, чтобы они начали плодоносить во все сезоны жизни. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!